Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте. Расскажите, что это был за фестиваль и кто принимал в нем участие? Это ежегодный большой такой детский фестиваль, детский, подростковых коллективов, фестиваль любительских театральных коллективов «Оранжевый подсолнух». Проходил он в этом году в городе Алапаевск, то есть он обычно переезжает в Каменск-Уральский, то в Алапаевский, значит, вот такой переездной такой фестиваль. Проходит он раз в два года, как и остальные наши фестивали, то есть они чередуются. Вот, и принимало участие там 20 городов, то есть тут целый список, то есть я могу, конечно, перечислить, но это очень будет долго. То есть тут и Новоазбест, Верхняя Пешмая, Нижний Тагил, Верхняя Тура и Ирбит, то есть очень много коллективов. 20 городов принимали участие, очень интересно, очень здорово, очень весело. Как наш коллектив готовился к фестивалю? Как всегда, то есть сначала мы запустили проект у нас, по проекту в этом году «Воспитание театром по школам» прошла премьера спектакля «Письма войны». Вот, очень успешно он прошел по школам южной части города, и мы решили его все-таки немножко дополнить, то есть его превратить из школьного, так сказать, вывезти его со школьной сцены на профессиональную сцену, и немножко его дополнили светом, костюмами, ну, всякими разными другими фишечками, и вывезли его на фестиваль. Вот подготовка была в основном вот в этом, то есть заключалась подготовка, то есть это костюмы, это свет, это, ну, понятно, репетиции, и тачивание, то есть текстов и всего остального прочего. Вот в подготовке, конечно, нам очень помогали люди, то есть без этого мы бы в любом случае бы не поехали на фестиваль. Это огромное спасибо директору Центра культуры Воронину, Роману Владимировичу, за его поддержку, такую серьезную, моральную. Это огромное нам, огромное спасибо ЕБУРУ, Олегу Сергеевичу, это председателю Думы Полевского, и Поспелову Константину Сергеевичу, директору по управлению персоналом. Вот они нам помогли с выездом, то есть транспорт – это всегда самая дорогостоящая часть фестиваля, и чтобы куда-то выехать, нужен обязательно транспорт. Вот, и вот благодаря вот этим людям, благодаря благотворительному фонду «Синария», мы выехали на этот фестиваль. Елена Юрьевна, что представляли на суд жюри полевские артисты? В этом году у нас из города выехало три коллектива, то есть это был коллектив «Колокольчик» Светланы Беловой из ЦРДЮ, коллектив «Бабочка» – это детские коллективы из Бажовского центра детского творчества, и вот театр-шор, студия «Колеостры» из Центра культуры и народного творчества. Были совершенно разные программы, то есть детки везли сказки, то есть у нас Белого Светлана вывозила Незнайку, но Светлана бабочка вывозила хлопушки с сюрпризом, это по Щелкунчику, по Гофману, и вот театр-шор, студия «Колеостры» вывезли в «Патриотику» письма войны, то есть в связи с 70-летием Победы, то есть вот такой вот спектакль. Вот такие спектакли. Ну там, в принципе, на фестивале всегда очень разнообразная программа, там и мюзиклы, и «Патриотика», и сказки, и социальные, то есть и игровые, всевозможные, то есть очень широкий такой спектр спектакля, который представляется на суд зрителей. Как оценили творчество шоу-студии «Колеостры» на областном фестивале? Шоу-студия «Колеостры» привезла лауреатов фестиваля, то есть это была очень высокая оценка, но ребята, в принципе, старались в этом году, но и спектакль достаточно серьезный, то есть если до этого мы выезжали в основном со сказками, хоть и детские были сказки, и взрослые в этом году, то есть они поехали, они играли уже в самих себя, то есть это выпускной класс 40-х лет, как раз вот это начало войны, и ребятам это было более интересно, что ли, это ближе, и они играли свой возраст, были в своей весовой категории, так скажем. В общем, покорили зал совершенно, жюри и зрители были очень удивлены, потому что совершенно мы сменили амплуа, и для всех это была большая неожиданность, нас увидели совсем в другом свете, то есть и ребята взяли очень высокую оценку, то есть вот это было очень приятно. Поздравляем, благодарю вас за беседу. Спасибо.